Друзья, всем привет! Это видео очень грустное, очень печальное. Вот этот вот прекрасный цветочек Равелла Триллип с такими вот прекрасными корнями, стволиком, я отправляла девчонке в Тюмень 2 октября. 2 октября я его отнесла на почту и отправила. И вот он ехал-ехал. 5 октября он еще отслеживался, что он уехал из цеха и исчез. Исчез он на 50 дней. Просто пропала коробка. Нигде ничего нет. Это была посылка первым классом. Как бы ускоренная доставка должна быть. Но посылка просто исчезла. Помочь мне никто не мог. Ирочка, которая купила этот цветочек, писала заявление на потерю. Я писала на розыск вот здесь документ, прикреплен чек. Этот корешок мне оторвали на почте. Дали, сказали, ожидайте месяц или два, вам придет ответ. Ответа не было. Вот это вот заявление я писала уже 17-го, 11-го месяца. Пусть возвращают как бы денежку за то, что человек оплатил доставку 455 рублей. Трек-номер я оставлю в конце этого видео. Вы можете вбить его и посмотреть. Весь путь этой посылки. Ровно 50 дней посылки не было. Естественно, цветочек вы сейчас увидите, он погиб. Никто так и не ответил на почте России, что как, почему. Я вот написала заявление, хотя бы вернуть вот эти 455 рублей Ирине деньги за доставку. Посылку мне получите? Не знаю. Ну вот посмотрите. Это мне Ирочка уже прислала видео. Ну, из Китая тоже. Вот девушка, оператор на почте пошла за посылкой. Ирочка не стала писать голосом. Вот я озвучивала. Вот такие дела, друзья. Это, знаете, за три года я отправила более 2000 посылок по всей России и не только по России. И такое в первый раз. Вы знаете, сначала я очень злилась. Злилась вообще. Мы злились, да. Мы прям вот рвали и метали на эту почту. А сейчас вот спустя 50 дней у меня, знаете, что мне так жалко этот цветок. Я своими руками засунула его в коробку и отправила. И получается, вот я себя сейчас обвиняю. Вот у меня этап обвинения, что я убийца этого цветочка. Прекрасного цветочка. И мне сейчас и больно, и грустно, и как-то вот не очень. Все очень-очень печально. Никто не в ответе. Знаете, кого-то винить, а кого винить. Почта России ни за что не отвечает. Но это ошибка, конечно, Почта России. Она все ушла на левый адрес куда-то в Подмосковье. Вот кому интересно, правда, вот трек-номер введите в приложение Почты России. И посмотрите путь отслеживания этой посылки. Она просто исчезла на 40 дней. Просто 40 дней посылки не было. Потому что там растения. Нигде, нигде. Никто не знал, где она. И потом она вдруг появляется. И поехала не ко мне, а в Москву. Она в Москве все это время была в Москве. Она не потерялась где-то в каком-то городе. Она потерялась в Москве в цехе. И я думала, она приедет ко мне. Но она не приехала ко мне. Она поехала к Ирине в Тюмень. Первый класс. Ровно 50. Получается, 2 октября я ее отправила. А приехала она... Так, сегодня у нас 21 ноября. Вот Ирина забрала ее 21 ноября. Вот посмотрите, что с цветочком. Ну, естественно, за 50 дней, во-первых, у нас уже холодно. 2 октября еще было тепло. Я еще до ноября месяца отправляла. И в ноябре чуть-чуть захватила. Ноябрь отправки были. Всем все хорошо дошло, быстро. А здесь вот, понимаете, за 50 дней... Вот сейчас горшочек покажет Ирина. И там корни. Они сухие, прям корешки хорошие. Но сам стволик, листочки, они просто... У них обморожение. А началась бактериалка. Она просто цветок, ну... Во-первых, долго-долго ехал. 50 дней. А во-вторых, он просто замерз. Потому что у нас в Москве очень холодно уже. Неизвестно, в каком цеху она... Вообще, где она была? Может, посылка-коробка была на улице. Но как можно не заметить вот такую большую коробку? Как можно потерять? Тем более, первый класс. Мы оплачиваем деньги за ускоренное, да? Чтобы быстрее дошло. Нет. Ну, понимаете, нет. Что мне сказать? Вот я не знаю. У меня сейчас... Вот сейчас у меня опять нарастает вот эта злоба. На почту России, что так не делают. Ну, ладно, там... Получается... Получается, 11-го... Нет, 13-го, кажется, я пошла, написала заявление на розыск. Ну, там в чеке все видно. Ну, зашевелитесь, пожалуйста. Ну, как-то, если потеря первый класс, нужно шевелиться. Нет, ноль эмоций. 50 дней. Где она была? Что? Мы уже, знаете, мы уже смирились с Ириной. Ну, наверное, украли эту коробку. Украли. И дай бог, чтобы этот цветочек попался в хорошие руки. Ну, и чтобы у него было все хорошо. И оба-на! И появляется посылка. Вот трек-номер начинает отслеживаться. Вот видите, что с цветком? Естественно, он просто сгнил за 50 дней. Вот корни я сейчас смотрю. Видно, да? Корешки-то хорошие, неплохие. Ну, пошло обморожение, пошла бактериалка. Если бы это было лето, еще бы можно было, знаете. Вот можно. Ну, а тут? Вот так у нас, девочки, работает Почта России. Никто ни за что не хочет отвечать. Всем все равно. Это ваши проблемы. Потерялось ваши проблемы. Вот, конечно, я не хочу обвинить Почту России, да, в целом. Нет. Нет. Это вот кто-то так вот где-то в цехе безалаберно отнесся к большой достаточно коробке. Она где-то, ну, до 75 сантиметров коробка. Вот этот трек-номер. Вы можете вбить его в приложение Почта России и посмотреть. Вот такие вот дела. Вот так произошло такое. Может быть, с нами, со всеми, друзья. Не избежать этого. Но 50 дней. Зима холодно. Ну, уже холодно. Почти конец ноября. Ну, вот так. А в Тюмени уже тоже холодно. Ну, она до Тюмени быстро дошла. Но в Москве она зависла конкретно. Не знаю, что еще сказать. Не знаю, не знаю. Вот, не знаю. Нет, ну, как бы Ирину я не обижу. Естественно, этот трилип у нее будет обязательно. Мы уже с ней все обсудили. Я уже по всем, по всем базам раздала такое задание. Найти этот трилип. И весной он у нее обязательно будет. Но вот это видео сейчас о том, как работают сотрудники Почты России. Не все, конечно. Но вот есть безалаберные люди. Как можно огромную коробку потерять? И она лежала неизвестно где. А может, она на улице лежала. Коробка вон какая вся мятая. Не знаю, друзья. Вот такое видео сумбурное. Ну, я просто... Знаете, мы все не застрахованы от этого. Есть большой риск отправлять почтой. Не только Россия, вообще любой. Компании цветы, они могут потеряться. Очень страшно. Сейчас я виню себя, я убила цветок. Здоровое растение отправила, и он погиб. Ну, как бы, вот у меня такой этап обвинения себя. Ну, все, друзья. Ладно. Вот так вот бывает. Спасибо. 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 Спасибо.